2 октября в зале городской мэрии состоялось еженедельное аппаратное завещание «Актива» под председателем первого заместителя глава администрации Кургули Кургулеева. Главным докладчиком по вопросам готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду на 2018-2019 год выступил главный инженер управления коммунального хозяйства Султан Паша Саидов. По плану мероприятий предусмотрено подготовить к работе в осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов 132 многоквартирных домов. Из них 106 с централизованным теплоснабжением. На 1 октября 2018 года подготовлено 126 домов. Из них 102 с централизованным теплоснабжением. В процентном отношении оно составляет 95%. 132 многоквартирных дома. Из них подготовлено 126. Неподготовлено 6. По данным последней проверки комиссии, созданной главой городского округа из числа работников теплости, горводоканала, управления ГУЧС, управления коммунального хозяйства, проведена на прошлый день проверка состояния готовности к зимне. Выявлено 6 многоквартирных домов, которые по санитарному состоянию неудовлетворительно находятся. По тем планам, что остаются еще остатки в селе от затопления. Работа в этом направлении проводится. Тем не менее комиссии дома 6 домов, они признаны неподготовленными по состоянию на 1 октября 2018 года. В целом подготовка к зимне многоквартирных домов осуществляют две управляющие компании. Уровень готовности к зимне многоквартирных домов ежемесячно проверяется, как я уже говорил, комиссией, состав которой также включен специалист горжиоинспекции Республики Таинстан. Он дает отчет в республиканский штаб о том, как проводится работа по подготовке к зимне живого фонда города. В осенне-зимнем периоде 2018-2019 года общество с ограниченной ответственностью Теплоснаб будет отапливать 106 многоквартирных домов, 3 школы и 3 детских сада. Обращаясь к руководителям коммунальных служб Кургули, Кургулеев подчеркнул, что главной задачей всех ведомств является бесперебойное обеспечение горожан необходимыми услугами. Кургулеев также поинтересовался ходом решения проблем и вопросов горожан, которые были озвучены во время еженедельного приема граждан. «Произвести работы по мероприятиям безопасности дорожных движений, то есть установки искусственных неровностей, знаков, сигнальных светофоров. Кроме того, когда мы обследование сделали, мы приняли во внимание и включили туда же перед школой номер 14». «В завершении когда? Значит, на сегодняшний день дали заявку на сигнальные светофоры, знаки. Буквально в течение недели». Работа, проделанная управлением коммунального хозяйства, была признана удовлетворительной. В завершении первым заместителям главы администрации были даны руководителям управления и ведомств соответствующие поручения и сроки их исполнения. Бурлеет Самбиева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».